Сейчас мы снимаем рецепт кучерявого пинчера, торт кучерявый пинчер. Для этого нам нужны 2 яйца. Это тесто? Да. Это будут коржи у нас. Один стакан сахара. Потом полбанки сгущенки. У меня уже липнется сахар, сгущенка. Теперь один стакан сметаны. Сметаной все равно сколько процентов вы положите. Все перемешали и теперь добавляем 2,5 стакана муки нам сюда надо. Просеиваем муку и тебе привезу стакан граненый специально. Бабушкин или дедушкин? Старый, да, стакан у нас случайно убирала на даче и нашла целый ящик стаканов граненых. Запечатаны. Ничего себе. А у вас есть стаканы граненые? Напишите в комментариях. Я думаю, у всех есть. Это не такая туша. И сейчас еще новые делают современные. Тоже граненые стаканы. И все. Вот это вот тесто погасить еще нужно уксусом. Содой и уксусом. Одна чайная ложка соды. Погасится одной уксусом. Теперь перемешиваем заново. Перемешали. И одну треть нашего теста, одну третью часть, нужно будет сейчас отделить и добавить туда какао. Решили мы попробовать делать в силиконовых формочках. Никогда не пробуем. Сейчас попробуем. Попробуем, да. И еще, по-моему, под силиконовую формочку, прежде чем ее ставить, надо будет какой-то листик сразу поставить, чтобы засунуть их вместе. Чтобы не поднимать вот так торт, не шевелить. Так. Все, формочки как бы готовы. Теперь мы берем, отделяем одну третью часть торта, для того, чтобы добавить туда какао. Сделать один корж шоколадный. Ну, коричневый. Основной корж, нужная любителя. Хотите, сделайте все коржи полностью шоколадным. Ну, там где-то. Треть тесто. Одну столовую ложку какао. Сейчас его хорошо вымешаем. В общем, у нас получается, одно третье мы маленько жарим, выпекаем в маленькой формочке. А ту больше, чуть побольше формы. Потому что эту маленькую часть мы будем разрезать. Она без разницы, какой формы получится. На кубики. Она будет резаться, да. Основной это... Основной корж. Теперь, вот я, по-моему, флобочку поменьше. Ну, меньше, насколько у нас есть. Понятно, что если было бы еще меньше, было бы лучше. Ну, быстрее пропечется. Сверху еще есть. Подавить. Мы делаем нашу поршку. У меня есть вообще-то вот та из нержавеечки. Мы в ней запекали. Какая? Маленькая такая сейчас. Ставим в духовку наш пинчер. 200 градусов. Полчаса, не меньше. Извините. Ну, вроде вот шоколадный корж у нас готов. Нигде не клеится. Все, остался белый, да? Мы его тоже достаем? Да, сейчас, Гори, все вынимаю. Так, вы не поставите. Сейчас, хотя досточку быстро достать. Сейчас, секунду. И листик сюда же, да? А, ты силиконовый уже спекся. О, гляньте, как хорошо силиконовый получается. Красиво, еще попробую вынимать силиконовый. Вот, не знаю, как-нибудь. Ну, вроде бы нормально. Ну, значит, так не делайте. Пусть пока остынут, а потом будем вынимать. Ну, здесь пусть постоят. Маленькая, как легончика силиконовый, достается. Класс! Достается, конечно, класс. А мы не верили в это. Ой, какой он красивый. Это вот у нас основной корж. Боба. Как этот? Сейчас мы вытащим. Я не знаю. Наверное, сложно. Но в нем особой нужды нет. А может сейчас оп? Ага. И не оп. Да и не оп. Не выйдет, да? К сожалению. Ну, хотя, ты же сама, говоря, мы его будем резать. Этот корж, да, он режется. Этот такой вспомогательный. Это тоже вроде как отлянь отходит. Отходит, где-то тут, где-то по краям. Где-то, да. Кто-то люблю хорошо. Ой, тоже просадку. Ой, так. Значит, с любовью. Вот с любовью. Так, все, коржики готовы. Сейчас будем подготавливать. А этот прям, смотрите, еще один такой сделать. И прям как макаронсик получается. Ммм, красивый. Пришло время шоколада к пинчеру. Да. Для этого нам нужно 5-6 ложек сметаны. Потом идет 8 ложек столовых масла. Раз. Раз. Включать масло. Да, на медленный огонь. 50-60 грамм масла. Вот. Вот. Вот так. Масло у нас как раз такое размягченное. Хорошо. Еще идет 8 столовых ложек сахара. Раз. И 8 ложек какао. Все это. Сейчас перемешать. И медленно повешивая, довести до кипения. Как только начнет первая бульбочка закипать, отключаем и отсталем. И помешивая охлаждание. Все это время мы стоим и мешаем. Мешаем, да. Все, что я помню из этого рецепта, я всегда стою маленькая, в подростковом возрасте и мешаю именно какао. А потом облизываешь пальцы. Правда. Ты-то там много вспоминаешь. Так. Готов наш шоколад. Видите, бульбашек сколько. Так. Пора выключать. Выключаем. И пускай он стоит себе. А мы идем тесто будем мешать. Точнее, нарезать. Так, мама уехала. Буду я это делать сама в первый раз. Значит, нам нужно вырезать серединку. Оставить очень осторожно каким-то образом дно. Сейчас я это попробую сделать аккуратно. Так. Не судите строго. Еще раз говорю. Первый раз совсем. Намаска это очень просто. Ну, посмотрим, что из этого получится. Так. Сейчас мы это все вырезать нужно нам. Всю серединку. Оно получилось там. Прям вырезать, вырезать. Что тут у меня пошло не туда. Так. Вот. Значит. Это. Ну и вот тут надо чуть-чуть тоже повырезать вот эту мякушечку, чтобы у нас было. Видите, какой красивый бисквитик. Пористый. Получается. Так как мы будем это наполнять. Ага. Все. Наверное, нельзя больше резать. Там я уже вижу дно. В общем. Будет у нас так. Как-то там. Мне не нравится, что мокрое оно снизу. Ей салфетку подложила и все. Так. Значит. У нас уже нету. Вот. Видите. Чего-то. Значит. Нам нужно вот это все сейчас просто порезать кубиками. Разного размера, как вот вы порежете. То есть нету тут каких-то правил, как резать. Мы режем вот просто кубики, которые будем потом обволакивать. Наверное, еще вот это. Да? Мне не надо кусочек. Так. Вот еще вот. Вот еще вот. Так. разрезать на помещено пополам. Нету больших кусочков. Что-то я переживать стала, чтобы они пропитались. Большие которые. Так. Значит. Давайте сделаем так. 900 грамм сметаны нам понадобится. В какую-то одну мисочку мы это все складываем. Так. И стакан сахара. Сметаны не жалейте. Если будет мало сметаны, значит пинчер будет сухой. Вы сейчас увидите как. Нужно не жалеть ее. Как думаете вкусно получится? Думаю да. Не сомневаюсь даже. В принципе. Большую часть мама тоже сделала. И стакан сахара. Теперь мы это все хорошо перемешиваем. В пинчер еще можно добавить какие-то ягоды. Раньше мама делала с черносливом. Вот. Но это на любителя. Я вот люблю классический. Либо же только с малиной. Теперь нам нужно смазать нижний корж сметаной. Вот этой вот которую мы сделали с сахаром. Хорошенечко. Чтобы он у нас пропитался. И был такой вкусный-привкусный. По краям обязательно смазки. Края самые как всегда суховатые. Так. И что мы делаем дальше? Мы берем. И вот это вот все. Можно по одному. Но я буду это делать сразу так по несколько. Можно руками. Ну. Не знаю. Насколько вас хватит. И вот таким образом выкладываем. Ага. Подождите. Нам нужно же коричневый порезать. Сейчас. И вместе комбинировать точно. Видите. Я уже забыла об этом. Этот мы разрежем. Наверное попробуем. Наверное не так. Так. Тоже его на кубики разрезаем. Наверное. Ну и возьмем. И вот это все. Сюда загрузим. Это не я придумала. Это так мама делает тоже. И перемешаем. Бисквит получился. Главное чтобы бисквит получился пучный. Потому что как-то раз у нас он не вышел. Получился какой-то липкий. И все. На смарку. Видите сколько должно быть сметаны. Не жалейте. Пускай оно все вот так вот будет прям. Плавать в ней. Тогда он будет пуля. Я много раз съела пинчер. Когда он просто. Просто сухой. Уже леди сметаны. И все. Так. Ну что. Вроде. Я думаю достаточно его перемешивать. И теперь. Вот нам нужно выложить из него. Башенку. Позвать надо. Ребенка вашего. И он вам поможет в этом. Зачем поддельности укладывать. Когда можно. Ускорить процесс. И так. Наша башенка получилась. Теперь. Самое интересное. Заливаем мы ее. Чем? Шоколадом. Который мы сварили. Я надеюсь у нас его хватит. И таким образом. Тортик должен быть весь покрытый. Может вообще взять вот так и полить сверху или нет? Как считаете? Ну полей конечно. Чем как? Течет он повсюду или все таки лучше? Такими круговыми движениями? Круговыми лучше. Все. Надо еще одну тарелку подставлять. Будет вытекать? Да. Уже тут вот сейчас будет течь. Все. Останавливая процесс пошла я за тарелкой еще одна побольше. Я думала нам хватит это и она нет. Так. Не знаю. Как нам быть. Так. Видите? Если бы я просто сверху улела, все равно бы вот эти снизу, они бы не покрылись. Поэтому их нужно вот так. Аккуратненько, красивенько подамазали. Так ложкой прям бери и домазай. Сейчас закончится. Этот торт еще можно по-другому назвать. Прощай фигура. Это мы даже и не обсуждаем. Кондитеры нам в комментариях подскажут как правильно. Да. Я на это надеюсь. Кондитеры не судите строго. Зато он получается вкусный. Может мы что-то сделали и неправильно. Опять таки у всех в семьях свои традиции. Так. Что мы сейчас делаем? Полностью замазали все белое. Все. Мы уже замазали. Да. И ставим его охлаждаться. Все. Пару часиков наверно точно пускай постоит. Можно наверное и больше, но мы больше ждать не будем. Мы точно будем пробовать его через пару часов. И так друзья. Одиннадцать ночи или одиннадцать вечера. Я не удержался до утра и ждать уже не могу. Нет сил. Вот. Вот. Поэтому буду сейчас кушать этот пинчер. И мало того, что буду кушать пинчер, так еще буду смотреть сериал. Новый вы нашли с Павлом Прилучным. Это в клетке. Я не могу себе позволить есть в такое время пинчер. Но. Ты будешь есть? Конечно. Ты же говорила не будешь. Придется. Придется? Конечно. Смотрите друзья как он красивый. Но вы не переключайтесь. Мы еще с утра кусочек отрежем, попробуем и снимем его обзорчик. Сейчас мы в довольно таки непристойном виде. Поэтому. До встречи с утра. Ой-ой-ой. Это круто. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok